Ощущали ли вы когда-нибудь необъяснимый дискомфорт после общения с таким человеком? Я так понимаю, что когда сегодня ты выкатился из своей кроватки, ты себе сказал Сегодня отличный день для хараки Ты понимаешь, как называется то, что ты делаешь, а? Дружеские подколы, упреки, постоянные сарказмы, отсутствие всякой эмпатии Говорят, раскис Не знаю, что вам сказать Сами виноваты Могли передать, проиграли сразу Я же сказала, ей не будет энергетики, вы не пройдете никогда в жизни, вас снесу сразу Это пассивная агрессия, и мы ежедневно сталкиваемся с ней Но всегда ли мы ее замечаем? Ну я жду финала Однозначно Ну вы просто в любом случае, когда я куда-то ее отправляю, мне нужен финал, первое место, а не меньше Ты проходишь следующий тур Тебе правду сказать? Не доделала Ну смотри, на втором надо будет уже начинать работать сегодня, окей? Неумение замечать такой тип агрессии заставляет нас втягиваться в абьюзные отношения Приводит к неразрешимым внутренним конфликтам, прокрастинации, стрессу и становится причиной низкой продуктивности на работе Это лишь немногие последствия ее влияния на жертву и на агрессора Как сильный может стать жертвой слабого? Как люди достигают своих целей, не вступая в открытую конфронтацию со своим оппонентом? И как она влияет на наше состояние? Это правильно, тургеневские женщины просто так не знакомятся Это чувство достоинства, это красота потонченная А какое пиво пить? Я не совру, если скажу, что у большинства основной потребностью является сохранение не только психологической, но и финансовой безопасности Мы чувствуем себя комфортно и спокойно, когда понимаем, что находимся в достатке А наши средства надежно сохранены В этой связи хочу порекомендовать лимитированную карту Тинькофф Банка с уникальным дизайном и крутым кэшбэком Чуть позже я расскажу, почему эта карта в этом банке может считаться максимально безопасной А пока про саму карту Во-первых, это красочный дизайн, что будет выделять вас на фоне других 1% кэшбэк с любых покупок по карте До 15% кэшбэк на выбранные категории, которые можно выбирать каждый месяц Вы сами выбираете 3 из 6 предложенных категорий До 30% возвращается за любые другие покупки по предложениям партнеров До 6% годовых на счет Кэшбэк, к слову, приходит настоящими рублями, которые можно даже снять бесплатно в любых банкоматах мира Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк Но это еще не все С этой картой многие покупки станут еще выгоднее, потому что 20% кэшбэка вы получаете за покупку игры в Steam, PSN Store, Xbox и других игровых магазинах 15% возвращаются за заказы, сделанные в Яндекс.Еде и Delivery Club А 10% за покупку в App Store, Google Play, Spotify и YouTube Я не знаю, что вам еще сказать, чтобы вы реально оценили преимущества этого банка Хотя нет, знаю, недавно Тинькофф Банк вошел в список 13 системно значимых банков Это самые крупные влиятельные организации финансового сектора России Это значит, что этот банк оказывает влияние на банковскую систему в целом Поэтому сохранение его безопасности является важным для всего мира Если вы оформите карту до 31 октября, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда Число карт ограничено, и поэтому такую же точно нельзя упускать У меня есть карта Тинькофф, и я искренне жалею, что нельзя заказать такую же повторно Поэтому хоть и вы не упускайте возможности Ссылку на оформление я оставлю под видео в описании Приступим Что это такое? Пассивная агрессия – это такая модель поведения, при которой агрессивность выражается скрытым, непрямым способом Зачастую пассивно-агрессивный человек будет всячески стараться избежать открытой конфронтации И скрывать свое реальное отношение с замазкой покорности Или даже доброжелательности Мы рассказываем разные штуки и отслеживаем, а как в системе на общей выборке это... Вот ты откуда, где родился? Я родился... Кстати, я уже сжег 43 калории, да Давайте рассмотрим, как она может проявляться на примере реальной ситуации В этом видео женщина проехала на такси и отказывается от оплаты проезда Хотел бы сказать сразу, что нам неизвестна вся ситуация и мы судим лишь по содержанию видео С моральной и логической точки зрения ее позиция не может быть корректной Она ссылается на неизвестную личность, хотя является конечным пользователем услуги В данной ситуации исполнителю неважно, кто будет пользоваться его услугами Главное – это ее оплата Об этом заявляет и сам таксист Послушайте, девушка, говорите, что вы не заказывали, а не я сам приехал к вам, понимаете? Мне заказывали, я вас приехал, забрал и привез до дома Давайте же детальнее проанализируем ее поведение и найдем те самые признаки скрытой агрессии Во-первых, пассивная агрессия проявляется в отказе от совершения действий и заявлениях о необоснованности требований При этом, как мы выяснили, ее заявление голословное Во-вторых, девушка взяла на себя роль жертвы, коей в данной ситуации не является Она всеми силами пытается навязать таксисту чувство вины, которое совсем не соотносится с действительностью Не моя вина, то, что кто-то вам заказывал Я не кричу на вас Вы позволяете себе кричать? Послушайте, девушка Она даже апеллирует к тому, что таксист удерживают ее насильно Хотя мужчина четко дает ей понять, что он только желает получить плату за собственные услуги Что вы меня удерживаете насильно Я не насильно удерживаю Я не насильно вас удерживаю Платите в чем проблема? Платите Почему же она ведет себя так? Почему выбирает именно такую модель поведения? И почему для нее эта модель оптимальна? Активная агрессия зачастую подразумевает под собой внедрение жестких санкций со стороны потерпевшего или третьей стороны Это может быть ответная агрессия, как физическая, так и словесная, или судебное разбирательство Неявная же агрессия редко приводит к таким последствиям и позволяет добиться коммуникативных целей Поэтому она излюбленный среди людей полулегальный способ выражения своего отношения к собеседнику или нежеланным действиям, событиям Кроме того, такой тип агрессии может быть частью базовой модели поведения человека И в этом случае он будет использовать ее при любой удобной возможности По логике вещей человек ее выбирает, потому что когда-то она уже приносила результаты И, соответственно, будет работать в других ситуациях Очевидно, выбрав такую модель поведения, девушка пытается избежать нежеланного для нее действия, оплаты такси Она использует роль жертвы, чтобы излечь для себя выгоду Но у нее это не очень-то и получается Позвони в полицию Хорошо, давайте звоните и будем ждать полицию Да Позвоните, пусть приедут полиция, разберемся И она переходит к физической пассивной агрессии Которая заключается в физическом непозволении человеку достичь желаемой цели А ну отпустите мои вещи Нет, говорю А потом, когда ничего не выходит, сдается Блок наушники Оставите здесь, вернете деньги, за которые как бы услуга ваша стоит Это пример из жизни, и он не может быть идеальным, как в учебниках по коммуникации Если смотреть объективно, ситуация вышла пограничной Водитель действовал в полулегальном поле Удерживал имущество пассажирки В том числе и ключи от квартиры Он фактически вынудил женщину договориться по понятиям Оставить залог Но давайте обратимся к коммуникации В этом примере встретились два режима поведения Пассивно-агрессивный и ассертивный с элементами агрессивного Ассертивность – это режим коммуникации, направленный на сотрудничество В отличие от агрессивного и пассивного Которые направлены на применение силы с той или иной стороны Самые близкие синонимы к ассертивности – это настойчивость, уверенность в себе Умение не зависеть полностью от посторонних оценок Регулировать свое эмоциональное состояние Отстаивать свои границы, не задевая окружающих Но повторюсь, в случае, который мы сейчас рассматриваем Есть элементы и агрессивного поведения Почему же у пассажирки ничего не выходит? Кажется, ответ очевиден Таксист проявил настойчивость, ассертивность и некоторую агрессивность Но это не все факторы, которые помогли ему в столь непростой ситуации И главным образом здесь сыграли стрессоустойчивость и сильная позиция таксиста Обеспеченная моральными законами и здравой логикой Именно они обеспечили его настойчивость Ведь зачастую пассивный агрессор пытается вызвать у своего собеседника вину и гнев И в случае потакания его манипуляции только усиливаются Личность, использующая эту модель поведения, провоцирует включиться в сценарий Как вам не стыдно? Хорошо, вы были любезны, спасибо Извините, пожалуйста Сценарий, в котором она всегда права и вынуждена покорно А вы агрессивны, неправы и виновны Оставаясь устойчивым, спокойным, чувствующим свою правоту И следующим ею, вы получаете иммунитет от включения в сценарий жертвы и агрессора Поэтому, если в коммуникации вы замечаете сигналы пассивной агрессии Очень важно не поддаваться эмоции гнева и абстрагироваться от навязанного вам чувства вины Рассмотрим другую ситуацию Как начальник может стать жертвой своего подчиненного А подчиненный жертвой своего начальника И самое главное, как этого избежать? Сейчас узнаем Для начала разберемся, как выглядят пассивно-агрессивные люди на работе Они обычно не могут говорить прямо о своих желаниях и потребностях Такой сотрудник будет постоянно раздражен и недоволен кем-то или чем-то Но не вступит в прямой диалог, чтобы рассказать о недовольстве прямо Он не выражает поддержку А если и делает это, то непримерно саркастично, язвительно Он не дает прямую обратную связь сотрудникам Либо ограничивается общими фразами Либо отмахивается, избегает давать обратную связь Он, при всем недовольстве, не предпринимает попытки поиска новой работы Если его упрягают в агрессии, то он занимает пассивную позицию Если обращает внимание на пассивность, начинает агрессировать Перекладывают виной ответственность на внешний мир Коллег, начальство, обстоятельства или что-то еще Подобный стиль жизни имеет выгоду Отказ от ответственности за свою жизнь Для таких людей виноваты всегда другие При этом человек не проявляет агрессию прямо Не конфронтует Избегает реального столкновения, конфликта В котором может родиться что-то новое для обеих сторон Важно отметить, что такой режим поведения работает только в короткой перспективе Все мы по жизни в разных социальных группах нарабатываем себе репутацию Если пассивные агрессивные черты тотальны И проявляются во всех или в большинстве случаев коммуникации То с таким человеком просто перестанут иметь дело Как в личном, так и в профессиональном смысле Он станет токсичным для окружающих Кроме того, неявное агрессивное поведение Самое дорогое в смысле соотношения затрат и выгод Это режим фейл-фейл Проигрывают все Небольшие бенефиты, вторичные выгоды Которые получает человек в виде переноса ответственности на других Очень скоро обесцениваются Давайте посмотрим, какие красные флажки В поведении сотрудника Должны насторожить руководителя Я замечу, что не стоит сразу бежать и ставить ярлык Пассивно-агрессивно и так далее Каждый человек время от времени демонстрирует такие черты Чтобы заподозрить, что требуется вмешательство в ситуацию Следует сначала убедиться, что сотрудник соответствует больше, чем половине признаков А также, что они проявляются системно и долго Итак, признаки неявного агрессивного поведения сотрудника Откладывание работы Прокрастинация Когда сотрудника просит приступить к неприятным для него обязанностям Становится угрюмым, мрачным и раздражительным Часто забывает о своих обязательствах Если ему дают советы по рекомендации по продуктивности То он возмущается и обижается Необоснованно критикует и презирает людей, обладающих властью Уверен в том, что работает лучше других Работает медленно, плохо справляется с задачами, которые ему неприятны Убежден в том, что к нему предъявляются чрезмерно высокие требования Саботирует, препятствует усилиям других сотрудников за счет невыполнения или ненадлежащего выполнения своей части работы Как можно уберечь себя таких людей и затрат, связанных с ними? Четко обозначить такому человеку его обязанности и последствия невыполнения этих обязанностей И если есть возможность, прописать их на бумаге и полностью ознакомиться В идеале необходимо составить договор о предоставлении услуг или трудовой договор Все должно быть открыто Сотрудник должен при вас все прочитать Уведомиться и подписать Пассивно-агрессивная личность может попросить отложить это действие на потом Забыть о нем Как бы невзначай и в дальнейшем утверждать, что не успели с ними ознакомиться Как правильно побудить человека к этому действию? Выдать ему список обязанностей с последствиями их невыполнения и сказать Что только после полного ознакомления с ними он может приступить к работе Не давайте ему манипулировать вами Не позволяйте откладывать это дело и переносить на потом Вообще формализация отношений, фиксирование в разумных пределах на бумаге Действенное оружие против манипуляторов на рабочем месте Кстати, в моем инстаграме вы сможете найти разборы различных жизненных ситуаций В том числе связанных с рабочими обязанностями мной и другими исполнителями Уверен, что эта информация будет для вас полезна Ссылку на инстаграм я оставлю в описании Хотелось бы сказать, что несмотря на рекомендации техники, которые существуют Следует признать, что стопроцентных рецептов по адаптации пассивно-агрессивного сотрудника не существует Взрослого человека перевоспитать очень сложно Во власти руководителя и менеджмента сделать все возможное, чтобы создать атмосферу на работе В котором сотрудникам будет комфортно, где будут точки роста и развития Где будут ясные стимулы и санкции, на которые будут ориентироваться работники Давайте же рассмотрим, как выражается скрытая агрессия в жизни вне работы Какие флажки в личной и обыденной жизни могут указывать нам на пассивную агрессию? Неявная агрессия может быть инструментом гиберопеки Чрезмерные заботы, вмешательство в личную жизнь человека с полным игнорированием границ и способностей к самостоятельности В семейной жизни она колеблется от достаточно откровенного «надень шапку, чтобы мне было спокойно» до более явных сообщений В английском языке есть свой термин для обозначения такого типа родительского воспитания Такие родители, которые, как вертолеты, кружат над ребенком, даже если он уже объективно взрослый человек Мама меня вечно унижает Она это умеет, даже в детстве, когда брала меня с собой в магазин Мне 50 лет Я партнер в крупной адвокатской ферме Единственное, что меня тяготит, отношение с матерью На днях мне приснилось, что она умерла На следующем перекрестке сверни налево, так короче Мам, я знаю, как проехать на кладбище Избавь скорость, обязательно гнать Господи, на спидометре 50 «Будешь огрызаться, я с тобой не поеду» Сарказм, ядовитая ирония Это способ сделать человеку больно и неприятно только словами Как будто ничего плохого не произошло И даже комплименты могут быть поданы в таком ключе «Это правильно, тургеневские женщины просто так не знакомятся Это чувство дошлоества, это красота потонченная А какой пинг летит?» Если саркастичный человек получает вербально агрессивный Или тем более физический ответ на свои ядовитые выпады То он как по сценарию выставит себя жертвой Хотя только что буквально нападал И может продолжить манипуляцию словами «Я же просто говорю, обижаться или нет, это твой выбор» Все мы иногда шутим, иногда можем ненароком обидеть и задеть человека Но тотальная системная саркастичность Верный признак неявной агрессии Сарказм, уродливый братец гнева И для нас он неприемлем Пассивно-агрессивная личность будет упрекать собеседника Чтобы занизить его способности и достижения Он даже может быть отчасти прав Но кроме цели оскорбить и унизить Он также старается скрыть собственные недостатки Которые могут быть еще более выраженными, чем у партнера Кроме того, в обыденной жизни для таких людей Характерны еще эти признаки Отсутствие эмпатии в необходимый для человека момент Враждебность в присутствии других людей Они всеми силами стараются уйти от открытой конфронтации Выяснения отношений Они будут оттягивать этот момент настолько, насколько возможно В супружеской паре неявная агрессия может проявляться Едкими комментариями, обесцениваемыми достижениями Намеками на личностную, эмоциональную, интеллектуальную несостоятельность А также демонстративным игнорированием и бойкотом Давай сегодня поделаем что-нибудь вместе Может сходим на пляж? Неинтересно Можем остаться дома и кино посмотреть Если на пляж тебе не... О, спасибо, что убралась на кухне Не прошло и года Я сходила в спортзал три раза на этой неделе Это очень круто Я вообще не думал, что ты сможешь себя заставить пойти Кстати, я тут болтал с Дрю, и он рассказал, что они с Джилен летят на неделю на Багамы Думаю, что если бы ты больше зарабатывал, то и мы бы так смогли На кой черт тебе эта штуковина? Оно для защиты Оно же не заряжено Ну, если кто и сможет подстрелить самого себя из незаряженного ружья, так это ты И, конечно, сарказм, верный спутник пассивно-агрессивного поведения В этом отрывке фильма Карена Шахназарова, Курьер Неявную агрессию проявляли обе стороны А что, сегодня праздник? Сегодня, Агнесса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи Эткая смесь нигилизма с хамством Любопытнейший экземпляр Кстати, как ваше имя? Иван Это надо было узнать прежде всего Очень хорошо Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней И дело можно сказать в шляпе У вас и связи имеются, и денежки вводятся Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери Найдете же, возможно, в институт меня пристроить Тепленькое местечко выхлопотать И квартиру постараюсь купить Главный герой фильма Иван вырос в семье, где такой тип агрессии был одним из ведущих стилей коммуникации Естественно, усвоив это в семье, он легко ее транслировал и в остальной жизни Ты бы сделал ему приятно, если бы на самом деле поступил в институт Сколько можно про этот институт говорить? Не поступил и не поступил Дарвин тоже плохо начинал, а как кончил? Да ладно, ты не Дарвин Я хочу устроиться в нашу вачную, но это оказывается не так просто Базин обещал помочь Да твой Базин дегенерат! Справедливости ради, все индивидуально Для некоторых людей опыт подколов и извительных шуток в их адрес, как шлифовка Они становятся от этого лучше Больше разбираются в окружающих Становятся слабо восприимчивыми к оскорблениям В целом личностно растут Но для других людей та же обстановка может стать даже травмирующей Особенно если неявная агрессия системна В семье или в школе Так человек может идентифицироваться с теми, кто его оскорблял И стать даже хуже И как я говорил раньше, скрытая агрессия – стратегия взаимного проигрыша А не направленности на сотрудничество или компромисс В коммуникации она может закончиться провокацией гнева Бум! Безобор отсюда! Убирайте! Бум! Возьми себе вручу! Кстати, еще больше разборов фильмов и сериалов Вы можете найти в моем телеграм-канале Туда я публикую такую информацию Которую вы не найдете на моем ютуб-канале Ну или не всегда, по крайней мере Посмотрим теперь примеры сериала «Доктор Хаус» Конечно, в контексте сюжета Сарказм доктора бывает оправдан тем, что создает комический эффект Тем более Хью Лори – профессиональный комедийный актер А многих пациентов показывают гипертрофированными клубцами У вас инфекция, надо взять образец Я принесла банку Клубничное желе У нас явное неврологическое расстройство У меня беда с мозгами? О, да Но представьте, как складывалась бы карьера врача Далеко не так одаренного, как наш герой Если бы он регулярно так издевался над пациентами и подопечными В одной из сюжетных линий привычка ядовито шутить чуть не стоила Хаусу не только его карьеры и свободы, но и его коллег Одно дело, когда он подшучивал над обычными пациентами, которым нечем ответить, кроме как написать жалобу А Хаусу не уволят из-за его медицинского таланта Другое – начать с дрозней человека, имеющего власть Если бы доктор не прибегал к своей типично агрессивной защите от контакта с пациентом То, возможно, пациент оценил бы его экспертизу и не стал бы настаивать на анализах А в данном случае Хаус вообще поступил на грани активного и пассивно-агрессивного поведения Чем гарантированно нажил себе врага, которому не был готов Если инфекция, значит есть жар Поскольку вы жуете жвачку от курения, мне придется измерить температуру в другом месте Подождите, вставлю градусник Сломаете, будете покупать Подведем итоги Прежде всего, общение с пассивно-агрессивным, токсичным человеком Может вызвать ощущение, что это не с ним, а с вами что-то не так Вас может обуревать обида, отчаяние, злость и чувство вины Это значит, что, вероятно, вы привыкли к более спокойному и прямому типу коммуникации с другими людьми И оказались не готовы к такой атаке С вами все нормально Если вы знаете, что объективно не сделали ничего плохого, то вам не за что извиняться Лучший способ противостоять неявной агрессии – действовать конструктивно и направленно Обсуждайте ту ситуацию, которая смущает данный момент Задавайте наводящие вопросы, не ведитесь на обвинения и не скатывайтесь в них сами Если вы выйдете на эмоции, то вас затащат в типичный сценарий коммуникации Будете действовать агрессивно – пассивно-агрессивный человек выставит в себя жертвой обстоятельств и критики Будете бездействовать – собеседник получит подтверждение тому, что можно продолжать сыпать на вас ядовитые комментарии и замечания Не стесняйтесь давать обратную связь Указывайте не только на свои чувства, но и на свои впечатления На то, как вы понимаете поведение партнера Пресекайте спонтанное срочное окончание и перекладывание разговора Старайтесь сохранить коммуникацию Будьте в моменте и говорите о том, что беспокоит вас именно сейчас Человек, ну или это вы, пропустил сроки из-за забывчивости, неумения распоряжаться своим временем или нежелания это делать Держите в голове ваше базовое желание распределить ответственность, наметить общий порядок действий, остановить последствия или предусмотреть ошибки будущего Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди Скоро увидимся Какого чёрта? Девочка моя! Могу предположить, что вы говорите «выпусти меня, или я тебя прикончу» Нет, этого не случится, потому что сейчас я говорю с позиции силы Я вас выпущу, только если вы признаете себя моим наставником Понимаю, вам это неприятно, но тем не менее... Ладно... Ладно, ладно, я вас отпущу! Субтитры сделал DimaTorzok